Кто отвечает за уборку снега и тротуара? Об этом мы поговорим сегодня в эфире главные новости. В студии Динара Вургафт. Здравствуйте! Дмитрий Сергеевич, начнем мы программу с информации из набережных Челнов, где на ребенка рухнула наледь. А ЧП произошло во дворе 44-й школы Челнинского поселка Зяб. По данным прокуратуры Татарстана, с крыши теплицы сошел ледяной настил. Восьмилетнего мальчика доставили в больницу. После осмотра врачи диагностировали у него ушиб. В ходе проверки по данному случаю руководство школы привлекли к административной ответственности. И внимание на экран. Причиной случившегося стало бездействие администрации школы, которая в нарушении законодательства не обеспечила своевременную очистку кровли теплицы от снега и наледи. По результатам проверки прокуратура города внесла в адрес директора школы представление об устранении нарушений законодательства и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Опасную тему схода снега с крыши, а также сосулек мы с вами не так давно обсуждали в этой студии. Таких случаев достаточно много и есть такие и со смертельным исходом. Вот, например, в авиастроительном районе на улице Смоленской женщина решила почистить снег с крыши своего частного дома. Она приставила лестницу к дому и снег сошел, ее накрыл, после чего она погибла. Также трагедия произошла 2 марта в селе Тимясо-Лениногорского района республики. И пенсионерка приехала в гости к дочери, а хозяев на тот момент не оказалась дома. Вернувшись, они обнаружили, что с крыши дома сошел снег и накрыла пенсионерку, она тоже погибла. Таких случаев достаточно много. Дмитрий Сергеевич, что Вы можете посоветовать владельцам частных домов, чтобы обезопасить себя от таких случаев? Мы всегда должны помнить о том, что есть техника безопасности. Прежде чем что-то делать, нужно понять цель всего этого. Потому что ведь вопросы снега и наледи сегодня – это очень актуальная тема, которая как раз нужна мимо крыш. Когда мы проходим даже многоквартирных домов, нам нужно смотреть, чтобы глыба не упала. То есть это самое главное должно быть в приоритете. Какие могут быть рекомендации? Конечно, здесь административного ресурса и в целом тот, кто должен убирать – нет. То есть если это частные владения, значит человек самостоятельно должен заниматься чисткой многоквартирного дома. Если мы возьмем вообще дома в целом правильной постройки, то в целом, если крыша скатная, то и снег не удерживается практически на них. Или не образуются сосульки. Это же все связано с тем, что система на чердаке во время постройки была все правильно сделана. Поэтому здесь как бы да. Но если все же снег есть, нужно аккуратно, не забывая о том, что есть техника безопасности, убирать из крыш. При том, нужно привлекать за определенные денежные средства организации, которые занимаются очисткой снега, которые уже не один год работают. Допустим, если это многоквартирные дома, то это должен быть альпинизм. Если это индивидуальные дома, то, конечно же, тоже можно их привлекать, потому что они специализуются на данной работе. То есть самостоятельно делать ничего нельзя. Понятно, если все равно все, что не производится, это опасно и для жизни, и в целом. Если за уборкой снега с крыш следит управляющая компания или ТСЖ, и они не справляются с этой задачей, то что нужно делать в этом случае? Кому обратиться? Ну, в целом, мы должны помнить, что крыши – это общее домовое имущество. За это мы оплачиваем полностью управляющие компании в жилищных услугах, которые как раз прописаны содержание текущий ремонт, потом техобслуживание всех коммуникаций, которые в доме, и есть крыши, которые в рамках капитального ремонта обязаны ремонтироваться. Поэтому, если управляющая компания не справляется, так как мы оплачиваем за это все денежные средства, то можно обратиться в жилищную инспекцию, в государственные органы, чтобы она привлекла к ответственности управляющая компания, что опять влечет нарушение, что вред может быть принесен человеку, который проживает, во-первых, собственнику. Мы не говорим сейчас про автомобили, которые припаркованы, но это тоже имеет место. Но все же жизнь – это самое важное, что есть у человека, и поэтому, если какие-то есть сосульки или висит снег, необходимо сразу обращаться в бралищную компанию в Казани. Это открытое Казани и система в муниципалитетах тоже есть определенные ресурсы. ЖЭО – обслуживающая организация, которая обязана это делать. Притом, это должно происходить в свое время, но мы должны помнить, что очень много многоквартирных домов находятся на территории республики Татарстан, и все сразу успеть невозможно. Потому что сейчас погода плюс три, вечером будет минус один, опять будет сосульки. То есть технически очень сложно эту работу организовать в целом. – Если говорить об общественных зданиях, если, допустим, стали свидетелем того, как с детских садов, школ, либо торговых центров сход снега, либо огромные сосульки висят, тогда куда нужно обратиться? – У каждого здания есть свой собственник. То есть если мы говорим про торговый центр, то есть у торгового центра свой собственник. Если это, опять же, здание, допустим, общеобразовательное, то здесь ответственность несет Министерство образования. Если, допустим, здание МВД, то, значит, структура МВД относится к этому ко всему. То есть у каждого, кто является собственником неживого помещения или целого здания, допустим, то он несет ответственность. Если мы проезжаем через мост с моста, значит у моста тоже есть собственный город, муниципалитет. То есть зоны ответственности у всех разные. Если дом, это управляющая организация, если это здание, учреждение, торговый центр, у них тоже есть собственный, который отвечает. Который в целом должен ставить работу по уборке не только при здании территории, но и, конечно же, крыш. Ведь даже собственники этих учреждений оплачивают какие-то денежные средства на содержание и обслуживание этого дома или здание. А есть ли какие-то штрафы за несвоевременную очистку снега с крыши? Административная ответственность есть, если жилищная инспекция, сначала уже механизм какой? Она дает сначала предупреждение, потом есть предписание, если предписание не исполняется, тогда уже штраф. То есть такое поэтапное. Сначала нужно предостеречь, что нужно это сделать, потом выдать предписание, что нужно устроить такой определенный срок, срочно. Или там уже идет административный ресурс, этот штраф имеется в виду. Это у нас прописано все в законодательстве, то есть если не исполнение, то это обязательно делать. Потому что сегодня очень хорошо работает система народный контроль, в котором тоже собственники. И вообще в целом люди обращают это по разным абсолютно вопросам. Если открыто когда-нибудь только ЖКХ, то народный контроль, это абсолютно разные вопросы. И сосульки на любых зданиях могут быть размещены. Потому что модератор, кто курирует это, это по научным поправам человека, он как раз уже расписывает всем абсолютно, всем зонам ответственности, кто обязан отвечать за это. У нас есть еще один видеосюжет по данной теме. Из Нижнекамска, где жители города жалуются на скользкие улицы. Количество обратившихся в травмпункты увеличивается с каждым днем. За последнюю неделю гололюд привел к нетрудной способности более 50 человек. Это на 13 человек больше, чем недели ранее. Александр Халин побеседовал с профессионалом и научился правильно падать. Давайте посмотрим, как это было. Лестница была нечищена. Я уже почти поднялась и на последние ступеньки просто подскользнулась и упала. Сейчас для пенсионерки Халиды Хисматулиной выражение «поскользнулся, упал, очнулся гипс» уже не смешная шутка, а вполне реальная история. Причиной же тяжелой травмы стал гололед и снег, из-за которого этой опасности было не видно. На больничном женщина находится уже около двух недель. У многих обратившихся за помощью истории похожи друг на друга, как две капли воды. Даже травмы в результате падения иногда бывают одинаковыми. Самыми популярными остаются переломы или ушибы рук и ног. Первое, что при переломе бывает, это нарушение функции конечности. Если это конечность травмированная, нарушаются ее функции. Также ощущается крепитация костных отломков, нарушение оси конечности, то есть изменение ее внешних контуров по сравнению со здоровой конечностей, если это касается руки или ноги. Первое правило, если вы заподозрили перелом, нужно прежде всего наложить мобилизацию любыми подручными средствами, будь то какой-то журнал, твердая какая-нибудь палочка, дощечка. Болевой синдром уменьшается, это способствует профилактике развития болевого шока. Избежать падения и последствий зимний период практически невозможно, зато вполне реально снизить риск получения травмы. Как бы смешно это ни звучало, нужно просто правильно приземлиться на пятую точку. Если вы подскользнулись, первое, что нужно сделать, это максимально снизить высоту падения. Затем необходимо быстро сгруппироваться. Запомните, ни в коем случае не выставляйте руки, тем более, когда вы падаете на спину. Ни в коем случае не расслабляться, наоборот, травмы, они всегда получаются наиболее, скажем так, обширными. Если вы не ожидаете, если вы не ждете падения, то самые большие травмы случаются именно так. Когда вы идете по гололеду, перемещаясь по льду и постоянно ожидаете, что вот-вот могу упасть, у вас тело сгруппировано, кровь уже играет, адреналин играет соответствующий, и травмы даже если получите, они будут не такими значительными. Помимо этого, специалисты советуют носить удобную обувь девушкам в период гололеда постараться избегать высоких каблуков. Также не одевать объемную одежду, которая мешает группироваться. То есть дубленки и различные шубы можно повесить на вешалку. Обязательно при ходьбе смотреть под ноги и обходить опасные участки. Александр Халин, Александр Лихачев, Анатолий Замараев. Новости Татарстана. Дмитрий Сергеевич, были ли такие случаи, что татарстанцы падали из-за скользкого льда, обращали в суд и выигрывали его это дело? Да, но опять же должен быть механизм. То есть если мы определяем зону ответственности, где это произошло, та территория, если это многоквартирный дом, у каждого дома есть кадастровая территория, которая является общедомовым имуществом, которое должно быть в надлежащем качестве. Если это территория многоквартирного дома и человек упал, конечно, здесь должна отвечать управляющая компания или ТСЖ. Но мы не должны опять же забывать о том, что если это происходит, нужно обязательно постараться сделать фотофиксацию, видеофиксацию, что человек пострадал. Или это автомобиль пострадал, допустим, который припаркован возле дома. Также, если скорая приезжает, то все необходимые документы, которые по том, что человек пострадал, тоже должны быть привожены, чтобы уже привлечь к ответственности человека, чтобы он ему компенсировал все расходы, при которых он пострадал. Но это в основном бывает, во-первых, почему? Потому что ни снег не вывезет со дворов. Во-вторых, песчаная граньная смесь должна быть насыпана во дворе, соль определенная, которая позволяет не скользить льду. То есть эта работа должна выполняться дворником, который убирает с утра территорию, чтобы человек никоим образом не пострадал. Потому что если управляющая компания, которой мы, опять же, оплачиваем, эту работу не производит, то собственники должны ее поменять. Потому что ведь если мы за это оплачиваем, мы должны это получать. Чтобы быть уверенным в том, что я аккуратно иду, если домой, то я не должен пострадать и упасть именно от льда. Ведь иногда же бывают такие случаи, когда свет не горит, и можно не увидеть, мало того, скользко. А ведь еще есть люди прикольного возраста. Все верно. И у нас есть звоночек в студию. Предлагаю его принять. Здравствуйте. Алло, мы вас слышим. Вы в прямом эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я живу на первом этаже, и мне приходится всегда выносить мусор. И я еле-еле выношу этот мусор. Я вот-вот боюсь упасть. Почему это происходит? То есть в чем причина? Почему у нас такие дворницы? Безответственные, халатные. Спасибо за вопрос, за ваше мнение. Я-то понимаю, что управляющая компания не справляется с задачей. Ну да, это бывает одно из направлений, конечно. Если есть дворник, тогда он обязан все же убирать территорию. Но вопрос здесь поставлен так, что, видимо, собственнику тяжело достаточно ходить по территории, которая не убрана. Опять же, нужно здесь обращаться напрямую в управляющую компанию, чтобы она или соль посыпывала, или как-то организовала вот эту всю работу. Потому что у нас есть санитарные нормы и правила, по которым должна убираться территория придомовая. Чтобы, опять же, в доме люди живут разные абсолютно. Ведь если снег не убран, даже на колясках-то неудобно проезжать на придомовой территории. А если еще и машины припаркованы, еще бывает проблема, что и старые машины завалены снегом. То есть кто-то бросил свою машину, и у них полгода она стоит во дворе и засыпана снегом горой. И опять же, тут уже как бы нельзя ее убрать, потому что она чья-то собственность. И управляющая компания здесь никак не заставишь это организовать, то есть эту работу. Поэтому здесь нужно напрямую обратиться в Петерскую службу, открытую Казань, чтобы как бы наводить работу с дворником. Потому что в противном случае, опять же, собственник будет обращаться уже в высшую стоящую инстанцию. – Какие организации отвечают за безопасность передвижения по льду? В принципе, по дороге, по гололеду? – Ну, здесь в целом организации какие? Ну, если мы говорим про то, что машина ехала, и упал в это время лед с крыши, то здесь как бы уже можно вызывать ГАИ, которая составит ДТП. Потому что произошло стукновение со льдом. То есть, как бы, да. И тут виновником будет управляющая компания, которая управляет. То есть, это вот именно с этой стороны. Дальше. Ну, в целом, безопасность по данному вашему вопросу должна оказывать, опять же, управляющая компания, которая занимается управлением квартирным домом. И если наледь происходит, опять же, нужно привлекать или альпинистов промышленных, или сторонняя организация, которая как раз занимается чисткой снега профессионально, ограждая на момент уборки территорию, информируя собственников о том, что будет производиться уборка снега с крыш, и чтобы автомобили были убраны и не мешали снежной уборке. Вот вы уже начали говорить о случае, когда из-за схода снега с крыш, либо по какой-то подобной причине происходит авария, тогда нужно обращаться в суд. То есть, как поэтапно? Ну, всегда во всем хорошо работает независимая экспертиза. Если же просто определилась действительно вина управляющей компании, составлен акт. Если вот на машину мы приведем, например, упал снег, на машину снег упал или лед, машина пострадала, тут же берем фотоаппарат или видео, составляем акт, возможно, каким-то образом найти бумагу, ручку написать, пригласить двух очевидцев и состоять так, что действительно в такое-то время, по такой-то улице произошел снег, упал снег на машину, и машина пострадала от этого. Здесь мы обязательно даем все в управляющую компанию, если никакой обратной связи нет, тогда мы можем обращаться в суд, привлекая независимую экспертизу, что действительно в данном доме это все произошло, давая все необходимые документы, чтобы можно было уже устранить. Если это не происходит, мы выдаем в суд решение независимой экспертизы, нам уже выдают решение в нашу же пользу, тогда управляющая компания будет платить еще больше, потому что она не решила договориться по-хорошему с потребителем. Также по данной теме мы провели голосование в группе ВКонтакте, где канал Татарстан24. И вначале вопрос задам вам. Как часто вы падали, допустим, в этом сезоне, из-за гололеда? Да, я падал неоднократно в учреждениях, в которых на крыльце плитка, и где, допустим, мне оборудовано специальными ковриками для того, чтобы в это время по ним проходить. То есть я действительно сам выходя, хотя у меня и достаточно правильная обувь для зимы, то есть я как бы здесь тоже немножко пострадал. А в этом случае вы куда обращались? Я никуда не обращался, потому что как бы, ну, просто ушиб и все. То есть здесь как бы... Несложный случай. Несложный случай. И при том, крыльцо-то большое. Просто данная организация должна организовать. Ведь люди же приходят разного возраста и поживые. А под снегом не видно, допустим, то, что это плитка, и просто встаешь и идешь. При том, какая проблема-то бывает? Если снег не убирается, то под снегом же есть лед, и человек падает, и все. Да, и могли пострадать многие. Этот же вопрос мы задали в ВКонтакте. Вопрос звучал следующим образом. Часто ли вы падаете зимой, где 53% ответили, крайне редко в наших дворах безопасно, дороги все время посыпают. И около 47% ответили регулярно, даже приходилось попадать в больницу. Вот такая статистика. Почти 50 на 50. Вот условное несколько процентов. О чем говорит эта статистика? Ну, эта статистика, опять же, говорит о том, что в одних дворах убирается территория придомовая, и делается это хорошо. Может быть, там работают товарищи собственников жилья, и работа поставлена, как положено. В других домах, где достаточно огромное количество домов в управлении, возможно, от того, что не успевают провести эту всю работу во дворах, понятно, что есть разный жилой фонд, есть разные своеобразные дворы, в которых где-то, может быть, мешать автомобиль. Ведь тогда, когда мы говорим, что управляющая компания «Информер», то берите, пожалуйста, автомобиль, потому что нам нужно почистить территорию, ведь машина не убирает, а ничего сложного нет, выйти и убрать, чтобы было лучше. А потом приходится, что они опять жалуются на то, что снег не убирается во дворе, и вот этим самым возникает проблема. Ну, что касаемо опроса, конечно, зона ответственности, я не знаю, по этим процентам люди, если бы пострадали, компенсировали им управлющие организации, или, может быть, это даже не дома, а и так далее. Дмитрий Сергеевич, спасибо вам большое за интересное интервью. Будем надеяться, что люди будут осторожны, особенно в это время года, когда очень опасно на дорогах. Берегите себя, а вы приходите к нам снова. Всего хорошего. До свидания. Это были главные новости. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова